МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Преображение» в студии Наталья Драчева. Коротко о главных темах сегодня. Кто такие юродивые и как истинных подвижников отличить от мнимых? Об этом в день Ксении Петербургской говорил в проповеди митрополит Алексей. История и судьба Петропавловского собора Миаса. Протерий Георгий Крецу заглянул в прошлое города. В Челябинске обнаружили церковный эраритет. Старинное Евангелие чудом сохранилось за многие десятилетия. В начале февраля Православная Церковь празднует День Святой Блаженной Ксении Петербургской. В Челябинске есть храм, освященный в ее честь. С престольным праздником его прихожан поздравил правящий архиерей. Митрополита Челябинского и Миасского Алексея в храме Святой Ксении Петербургской первыми встречают сестры милосердия. Приход маленькой церкви в Ленинском районе помогает большому количеству людей. Здесь ухаживают за одинокими и больными, кормят и одевают малоимущие многодетные семьи. Отправляют посылки со всем необходимым бойцам в зону специальной военной операции. Ты изрис в небесе Божий вишь, и посети вину град сей, и утверди, и Боже насади, где снится Твоя. Владыка Алексей совершает литургию в День престольного праздника Челябинского храма. Верующая вспоминает одну из самых любимых в нашей стране святых – Блаженную Ксению Петербургскую. Она тоже помогала людям, чем могла, теплым словом, советом, отдавала беднякам деньги, что ей дарили, исцеляла от болезней. С просьбами и молитвами к Блаженной Ксении православные обращаются много лет. Благодарь Господа нашего Иисуса Христа, где любы Бога и Отца, и причастие святаго Духа, в груди со всеми вами. Правящий архиерей напомнил прихожанам храма, что Блаженная взяла на себя крайне трудный подвиг – юродство. Ее муж скончался без исповеди и причастия. Молодая супруга беспокоилась о его загробной участи и таким образом решила вымолить у Бога для него прощение. Владыка Алексей предостерег верующих от поисков мнимых чудес и пророков в нашей жизни. Часто поиски особо благодатных старцев или знамений только отдаляют людей от церкви и Господа. Вместо того, чтобы открыть просто Евангелие, просто Евангелие от него, которое доступно в наше время любому человеку, и побеседовать через Евангелие с Богом и Его волю святую, услышать, что он от нас учат. Вместо того, чтобы прийти в храм Божий на богослужение, встретиться с Богом, принять Его даже в себя через святые таинства, что тоже доступно и просто, и душу свою очистить здесь просто через таинства покаяния, мы начинаем бегать, ищем все каких-то чудес, знаний и предсказаний. Архипастрин напомнил, что путь спасения не такой сложный, как кажется. Не нужно искать на земле чего-то особенного, а только исполнять две главные заповеди – любить Бога и ближних. В день памяти святой Ксении Петербургской владыка Алексей призвал молиться ей, чтобы помогла увидеть безумие мира и научила в деле спасения души. 4 февраля церковь отмечала День новомучеников российских. Праздник особенно важен для верующих МИАСа, где в советское время пострадали все священнослужители города. Были снесены прекрасные храмы. А 10 февраля – день рождения священномученика Василия Носова, который тоже служил в МИАСском Петропавловском соборе. О его восстановлении много лет печется благочинный МИАСского округа протеерей Георгий Крецу. Он рассказал нам о судьбе собора Петра и Павла. Мы находимся на исторической площади города МИАСа. Городу МИАС исполнилось 250 лет. Изначально народ, город был православный. И в 1807 по 15-м году был построен величественный храм по размерам и по нынешним размерам на самом лучшем месте города. Здесь построили храм церковь Петра и Павла. Этот храм был центром жизни, культурной, духовной, общественной. Он был духовным центром, сердцем города МИАСа. Здесь служили лучшие священнослужители, даже выдающиеся священнослужители в целом в русской православной церкви. Этот храм, в этом храме служил и священномученик Василий Носов до его закрытия. В 1932 году храм был закрыт, а в 1937 по 1939 он был разрушен. Это место сакральное и святое. Почему? Потому что здесь были захоронены первые основатели города, строители, просветители, первые почетные граждане города МИАСа были похоронены здесь. Потом, после разрушения, здесь был принесен на этом месте памятник Ленина, который лежал, ну то есть находился рядом на пилочном заводе и поставлен здесь на место храма. Вот памятник отбитшался, упал, поэтому очень важно вспомнить о МИАСе изначально, с чего начался город МИАСа, именно с этого храма. Город МИАСа и в то некое время уносил и Петропавловский завод имя. То есть он мог вообще быть не МИАСом, а Петропавловским городом из-за этого величия и красоты вот этого храма. На сегодняшний день мы вернули, по крайней мере, память о нем, чтобы люди знали, чтобы мы могли пройти мимо этого места и перекреститься. Всегда хотелось перекреститься, на виду того, что здесь памятник Ленина, мы не могли этого делать, но теперь им это с удовольствием, с радостью делать. Думаю, его увидят и многие и задумываются над этим, что важнее, памятник Ленину, разрушителю храмов, либо вернуть сам храм на его историческом месте. Вот это и есть возрождение и историческая справедливость, она же должна уже быть. Еще одним священнослужителем Челябинской епархии стало больше. Владыка Алексей рукоположил в санпресс-фитера клирика храма Иоанна Война. Расскажем об этом событии. В Свято-Семеновском кафедральном соборе встречают митрополита Челябинского и МИАСского Алексия. Правящий архиерей совершил божественную литургию. Архипастерис услужило духовенство главного храма Челябинской митрополии во главе с ключерем собора Владимиром Манечевым. Важным и ответственным этот день стал для клирика Челябинского храма мученика Иоанна Воина. Во время богослужения владыка Алексей рукоположил диакона Илью Пучкова в апресс-фитера. Поддержать отца Илью в судьбоносный момент приехали настоятели храма Иоанна Воина Иерей Павел Курбатов и многочисленные прихожане этой Челябинской церкви. Верующий владыка Алексей сказал, что человек, приступающий к священному служению, встает на трудный жизненный путь. Ему придется отвечать на вызовы современного мира, сталкиваться с непониманием окружающих, учиться приводить людей не к себе, а к Богу. Одним словом, пастырство требует самоотверженности. Павел Господа нашего Иисуса Христа, и любый Бог и Его Царь, и причастие святого Духа, будь и со всеми родами, и со Духом Твоей. Правящий архиерей сердечно поздравил верующих с воскресным днем, а причастников с принятием святых христовых тайн. Пожелал всем Божьего благословения и доброго здоровья. У православных верующих есть благочестивая традиция – освещать дома, квартиры. В Челябинске есть случаи, когда для этого священника приглашали в детские сады и школы. Освещали даже целые телеканалы. Митрополит Иов окропил святой водой помещение областного телевидения в Челябинске. Теперь настала очередь другого телеканала. Митрополит Челябинский Мьяцкий Алексий освещает новую мультимедийную студию телерадиокомпании «Южный Урал». Проект для телевизионщиков настолько важный, что руководство филиала ВГДРК новое дело решило начать с молитвы. Это самый большой телевизионный павильон Челябинской области. Его площадь – 300 квадратных метров. В телестудии семь медиэкранов, светодиодные панели, даже стеклянный пол, который способен выдержать вес автомобиля. Есть кран со стрелой. Он создает эффект полета камеры. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасибо, Господи, люди Твои, и благостое достояние Твое. С открытием новой студии начнется вещание круглосуточного телеканала Уральского федерального округа «Урал-24». Владыка Алексей пожелал успехов на этом пути. Мы видим, что получается новое развитие. И думаю, что эта студия, она послужит действительно тем задачам, для чего мы и существуем. Для чего существуем? Чтобы доносить для людей правду, чтобы люди получали достоверную информацию, чтобы люди знали, что жизнь продолжается, что жизнь продолжается, что в жизни идет много доброго, хорошего, что есть проблемы, которые, конечно же, обозначаемы, которые стараемся решать. В студии будут снимать самые разные программы. Ее добрыми гостями станут и представители духовенства Челябинской епархии. Исполнилось 170 лет со дня рождения одного из известнейших челябинских пастырей, протеерея Антония Альбакринова. Накануне юбилея историки и краеведы вспомнили о священнике благодаря невероятному событию. Удивительная история произошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. В церковной лавке кто-то пришел и оставил старинные Евангелии. Небольшое издание 1916 года попало в руки хранителя Музея истории православия на Южном Урале. Анна Усманова обнаружила памятную надпись и поняла, что книгу одной горожанке подарил челябинский священник. Такая благочестивая традиция дарить Евангелие на молитвенную память укоренилась в России с 19 века. Мария Евграфовна Борисова получила вот это Евангелие в 1921 году от хорошо известного в Челябинске в то время протеерея Антония Альбакринова. Священник с семинарским образованием, отец Антоний, рано овдовев и с пятью детьми, приехал в нашу город в 1891 году. За свою долгую жизнь он служил в Христорождественском соборе, в Адегитаревском монастыре, был уважаемым законноучителем учебных заведений Челябинска. Отец Антоний был известен в Челябинске как замечательный преподаватель закона Божьего. Почти 20 лет возглавлял он соборную церковно-приходскую школу. Батюшка пользовался большой любовью и уважением прихожан. Когда в 1913 году его переводили в женский Адегитаревский монастырь, верующие преподнесли в подарок любимому пастырю золотой наперстный крест. В конце 20-х годов даже рассматривалась возможность рукоположения отца Антония в санепископа. Точной даты смерти протеерея Антония Альбакринова мы не знаем, как и место его погребения. Краевиды предполагают, что он отошел ко Господу в 1936 году. В музее православия на Южном Урале можно записаться на экскурсию. Его хранитель Анна Усманова поведает немало интересных историй. В новой рубрике в нашей программе «Святыни» расскажем о тех духовных сокровищах, которыми наполнены храмы Челябинской епархии. В каждой церкви есть мощи угодников божиих и чудотворные иконы. Их любят, берегут, обращают к ним сокровенные мечты и надежды. Наш первый рассказ об иконе великомученика и целителя Пантелеимона в храме Александра Невского на Алом Поле. Какие события происходят в Челябинской епархии, расскажет телеграм-канал «Православие на Южном Урале». Подпишитесь на него, и вы будете оперативно узнавать все новости. На этом, дорогие телезрители, наша программа завершена. Всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok